Каргандинская кондитерская фабрика намерена увеличить в этом году объемы производства сладостей примерно на треть. Специалисты говорят, что им удалось вернуть знаменитый вкус каргандинских конфет и надеются, что употребитель сделает выбор в пользу отечественного продукта. Казалось бы, чего тут сложного? Начинка сверху глазурь. А между тем споры о вкусе каргандинских конфет ведутся не один год. Когда-то эта фабрика прославилась на весь Советский Союз своими сладостями. Потом вкус конфет изменился. Вера Гуговна за 48 лет на кондитерской фабрике перепробовала разные составы и технологии. И сегодня, заявляет она, конфеты снова выпускают по старым советским рецептам. Встал вопрос, вернуть то качество, которое у нас было. На сегодняшний день мы достигли этого. Просто мы просим всех карагандинцев и всех казахстанцев, пробуйте нашу продукцию. Вы вспомните тот вкус, который был раньше. Вкус, говорят технологи, зависит от натуральности ингредиентов. Какао-бобы для этих конфет привозят из Кот-де-Вуара. Орехи из Африки и Аргентины. Молочную продукцию покупают у местных поставщиков. Консерванты, заявляют, на фабрике не используют принципиально. Здесь делают ставку на качество, а не на количество. Примерно пятая часть продукции, выпущенной карагандинской кондитерской фабрики, уходит на экспорт. Если в Германии наши конфеты продаются под привычными названиями, то в России, к примеру, умка становится хозяином Марктики. Красная шапочка превращается бабушке на любимецку. А здесь у нас белочка, которая продается под названием «Рыжая из леса». В прошлом году здесь выпустили больше 3000 тонн сладостей. В этом планируют увеличить объемы на треть. А чтобы продать все, отдел сбыта фабрики постоянно работает с розничными магазинами, и местными властями. Очень большой приток идет товара сюда, на рынок Казахстана. Поэтому нам продаваться здесь и участвовать на рынке достаточно проблематично. Сегодня на фабрике работает 500 человек. В прошлом году конфеты караганды перечислили в бюджет около 135 миллионов тенге в виде налогов. Если казахстанские потребители будут чаще покупать местный продукт, то и перечислений в бюджет будет больше. Альяса Здыкова, Василий Савкин, Ситасаинов, Караганда.